В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. В минувшее воскресенье Одесса вместе со всей Украиной отметила День военно-морских сил. Очередные проливные дожди затопили улицы города, причинив неудобства гражданам и урон автомобилям. Ливневые канализации, как обычно, не спасли. Дикие крысы оккупируют Одессу. В развалинах домов на Доволановском спуске во множестве расплодились опасные грызуны. По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 13 одесситов. По данным, на 5 июля на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 53 пациента с COVID. Из них 21 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 32 пациента. Из них 2 человека подключены к аппаратам ЭВЛ. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 5 человек с подозрением на коронавирус. Новых случаев у детей не зарегистрировано. 4 июля в Одессе отметили День военно-морских сил Украины. В рамках празднования в Одессу приехал президент Владимир Зеленский. Представители правительства и офиса президента, а также временной поверенной Соединенных Штатов Америки в делах Украины Кристина Квинн. Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где принял участие в праздновании Дня военно-морских сил Украины. Глава государства выступил с речью по случаю праздника на Одесском морском вокзале. После вручил государственные награды военным морякам. Отметим, торжественное празднование проходило фактически в рамках украинско-американских учений Сибирис, которые продлятся до 10 июля. Гостям продемонстрировали корабли союзников и партнеров Украины – британские, итальянские, румынские и турецкие. А в завершение над морем пролетели украинской и западной авиации. После поднятия флага и награждения моряков, глава государства поднялся на борт патрульного катера «Славянск» и вышел в открытое море. Там на воду спустили венки в память о погибших героях. Также Владимир Зеленский посетил эсминец РОС военно-морских сил США, который участвует в международных военно-морских учениях Сибирис-2021. На борту корабля президент Украины пообщался с командующим 6-го флота МВС США вице-адмиралом Юджином Блэком. Он отметил, что очень символично, что в один день отмечаются День МВС Украины и День независимости США, и поздравил американский народ с этим праздником. Глава государства подчеркнул, я считаю, что эти два события связаны между собой, ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на Востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров США и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость. Президент убежден, что самые масштабные за всю историю учения Сибирис в этом году являются сигналом того, что Украина не останется один на один с российской агрессией. Со своей стороны вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость. Очередная доза осадков, которую выдала нам природа, затопила улицы города. Ливневые канализации не справляются с таким объемом воды. Дождь в городе шел всю ночь. В результате – десятки затопленных улиц. Одесса медленно уходит под воду и превращается в Венецию. Как это происходило, очевидцы опубликовали в соцсетях видео. Осадки привели к подтоплению переулка Высокого, улицы Водопроводной, Балковской, Среднефонтанской, Армейской, Инглези, Приморской, Мельницкой и ряда других улиц в центре города, где коллекторы по своим техническим характеристикам, а также по причине несвоевременной их очистки коммунальщиками не могут справиться с большим объемом дождевой воды. Отмечается, что за один день 4 июля в городе выпало 24,4 мм осадков, а это больше половины месячной нормы. В связи с последствиями ливня троллейбусный маршрут номер 8 сократили до улицы Химической. На трамвайном маршруте номер 20 временно работает маршрутное такси. Синоптики сообщают, что циклон и антициклон по очереди будут определять погоду в Одессе на этой неделе. Ожидаются сильные дожди, грозы, штормовой ветер и усиление жары. Пик жары придется на выходные. Температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. Одессе грозит нашествие диких крыс. Это не сюжет фильма ужасов, а страшная реальность. Опасные грызуны во множестве плодятся в развалинах домов на Доволановском спуске и распространяются по округе. В первый момент кажется, что народ на мосту Коцебу любуется видами старого города. Так нет же. В Одессе появилась еще одна достопримечательность, к сожалению, позорная. А это, как говорят у нас, две большие разницы. На развалинах старого дома по Доволановскому спуску развелись крысы. Тут, можно сказать, с разрешения городской власти и лично Геннадия Труханова, грызуны основали питомник для собственного размножения. И чувствую себя превосходно. По природе ночные животные, они без опаски разгуливают среди белой дня. Оно и понятно. Если никто не мешает, почему бы не погулять? Когда 3 февраля старые заброшенные дома окончательно рухнули, да еще повредили недавно отремонтированную лестницу, в мэрии грозились заставить нерадивого собственника убрать завалы, а лестницу восстановить за свой счет. По поводу опасных и позорных развалин, городской голова лично давал грозные указания подчиненным. Пять лет мы искали владельцев зданий на Доволановском спуске. Потом вели с ними переговоры, пытались влиять на ситуацию. Сейчас у нас разработан план реконструкции этого спуска. Исходя из опыта подобных переговоров, давайте даже не будем дожидаться ответа. Запускайте процедуру и обращайтесь в суд. Наступил курортный сезон. И выражаясь словами нашего первого президента, имеем то, что имеем. Посмотри, что? Боже, кошмар. Крысы. А люди, которые боятся, это же можно потерять сознание. Батюшки мои, кошмар. Видел, да, достопримечательность. Туристы смотрят, нравится им. Только что проходил, тут такая толпа, фотографировали. Я знаю, что там кошмарные. Я тут рядышком живу, я знаю, как это неприятно видеть, когда животные бегают. И как, они в дом не заходят? Заходили, заходили. Еще в том году заходили. Потому что тут в начале была постройка, пока она эту зиму развалилась. Это ужас. И все? Я здесь живу. А рядом через дорогу новострои, бизнес-центр, где крутятся миллионы свободно конвертируемой валюты. Вспоминается знаменитый фильм «Бриллиантовая рука». Но теперь уже не Стамбул, город контрастов загнивающего буржуазного мира, а Одесса. Такого безобразия у нас не было со времен Первой мировой войны. Впрочем, и такой городской власти тоже. Как тут не вспомнить еще одну громкую фразу, теперь уже нашего мэра. Доверяй делам. Чем теплее на улице, тем больше времени мы стараемся проводить на свежем воздухе. И именно там мы сталкиваемся с острой нехваткой двух необходимых вещей – уборных и мусорок. Будто ответственные чиновники, рассуждая об экологических проблемах, на деле всячески подводят народ к тому, чтобы эту самую экологию уничтожать. Иначе почему так сложно построить туалет и установить достаточное количество контейнеров для раздельного сбора отходов? И, например, пластик перерабатывать, изготавливая те же урны, скамейки и прочие столь необходимые Одесситам предметы. Полюбуйтесь на новомодные подземные мусорники, которые Одесская мэрия с помпой устанавливала пару месяцев назад. На соборке из шести ящиков работает только один. И он, конечно же, забит до отказа. Новый уровень транжирства. Мэрия закупает в качестве сувениров и подарков чемоданы с логотипом Одессы. Оказывается, у нас настолько богатый город, что чиновники мэрии могут позволить себе закупать за деньги налогоплательщиков сувениры по 5000 гривен. Ручки, брелки, блокноты и футболки – это в прошлом. Теперь Департамент культуры и туризма закупает в качестве подарков для приезжих участников конференции чемоданы с логотипом Одессы. За такую прихоть одесситы заплатят почти 50 тысяч гривен. Редакция телеграм-канала «Монитор» немного пофантазировала и изобразила на чемоданах более реалистичный логотип, который как нельзя точно описывает происходящее в Одессе. Это то, с чем приезжие туристы столкнутся здесь в первую очередь. Громадные ямы на тротуарах, заставленные машинами пешеходной зоны и клумбы, грязные и ржавые маршрутки, оккупированные лежаками пляжи и настилы, ограничивающие проход к морю, неухоженные скверы и так далее. Произошло загрязнение внутренних морских вод Украины. По материалам СБУ сообщено о подозрении члена экипажа судна, действия которого нанесли ущерб государству на 65 миллионов 200 тысяч гривен. По материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод нашей страны. Экологии государства нанесены серьезные убытки. Это задокументировали оперативники службы и подтвердила судебно-экологическая экспертиза. По данным предварительного следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта Южный. В связи с нарушением требований разгрузки судна в воду попали почти 8,5 тонн загрязняющих веществ. В рамках уголовного производства по части 2 статьи 243 загрязнения моря Уголовного кодекса Украины старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков. Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры Одесской области. В минувшее воскресенье одесские моряки и подводники отметили День военно-морских сил Украины. Ветераны традиционно вышли в акваторию Одесского залива на Катамаране, где почтили память погибших коллег. Как отмечают ветераны-подводники, выход в море в День военно-морских сил Украины ежегодная традиция. Именно в этот день в Одессу приезжает множество моряков с разных уголков страны. Этот праздник для них считается самым значимым. «Ми своё життя посвятили службе на подводних човнах, на дворних човнах. І зараз з гордістю, і даже трохи шкодуємо, що ми не постійно на морі, но ми гордимся тим, що ми моряки, що ми причетні до такої відповідальної служби і роботи, яка була. Ми не просто якось не забуваємо цей свято, ми моряки, держимося разом. У нас була дільна організація екіпаж в місті Нітішин, Хмельницька областя, Хмельницька атомна станція. І ми разом і в радості, в горе проводимо час в колі своїх друзів». «Ми приїхали з міста Нітішин, міста Одесу, перебазувалися, так сказати, поки тимчасового Севастополя. І зустрічаємося з своїми бившими службцями, побратимами і друзями. Ми через кожен рік їздимо, вітаємося, спілкуємося, переписуємося. І всього хочемо побажати, всього найкращого всім морякам, настоячним будущим і всім, хто зустрічається з нами, підтримує нас, і ми його підтримуємо. І побажати всього найкращого. Святом вас». Мероприятие прошло в особій атмосфере і розвлекали ветеранов піснями і танцами творчіські коллективи. Також гостей і колег своїми выступлінями порадували і самі ветераны. «Лубят зимки три ночі три дня, а в гимнастерки на снимке ты обнимаєш мене. Ах, эти тучи в голубом опоминают море». В завершение культурной программы все собравшися спустили венки і цвети в море, щоб почтити пам'ять погибших моряков гражданського і военного флота. Маса анекдотів существує про жінчин за рулем. І поки одні представительницы прекрасного полу демонстрирують образец небыстрого, но аккуратного вождения з соблюдением всех правил, другие подогревають издевательські шутки. Вот таку нелепую парковку наблюдали одесситы в районе площади 10 апреля. Помимо того, що авто оказалось прямо на проезжій части, жінчина-водитель ще й умудрилась припарковати свій смарт поперек движення. «Экстрим» і зрелищність – так прошел отборочний етап мирової серії «RFC Global Series» на минувших выходных в Нерубайском. Экстремальные гонки с препятствиями на внедорожниках проходят в рамках отборочного етапа «Rainforest Global Series». Отметим, что это особо экстремальный и в то же время уникальный вид гонок. Во время соревнований машина може загрузнуть в болоте или же перевернуться. Но это никого не останавливает, так как за рулем вездеходов люди, для которых не существует преград. Они не боятся ни грязи, ни препятствий, ни того, что их авто может застрять или даже сломаться. Но все же пилотов страхуют штурманы и остальные члены команды. Все машины оборудованы под условия полного бездорожья. Соревнования длились два дня – 3-4 июля. Возле места проведения гонок на берегу участники разбили палаточный лагерь. Так что смело можно сказать, что это не только вид спорта, но и отдых. В Одесском зоопарке «Пополнение» европейская лань родила малышей. Они очень любознательны и уже вовсю осваивают доступное им окружающее пространство. Маленькие оленята родились несколько дней назад. Несмотря на это, они уже уверенно ходят за мамой, активно двигаются и знакомятся с другими обитателями вольера. Также малыши позируют на камеру и познают окружающий мир. Первое видео с пятнистыми новичками, которые уверенно покоряют сердца посетителей, показал Одесский зоопарк. Кстати, несмотря на то, что животное очень похоже на диснеевского олененка Бэмби, это совершенно другой вид и светлые пятнышки у них остаются на всю жизнь. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 6 июля в Одессе переменная облачность, дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-22, днем 26-27 выше нуля. Температура морской воды 23 градуса. Редактор субтитров А.Семкин